всем привет сегодня 14 февраля уже на улице плюс три утра но будет потеплее конечно через там часа два-три сейчас где-то в районе девяти утра я пока решил видео записать так скажем с двух частей до того как я иду на работу и потом после того как я иду на работу кстати всегда где-то к 14 февраля у меня во дворе появляются подснежники думаю выйду сегодня посмотрю появились не появились и надо же появились такие вот подснежники симпатично еще немножечко они уже полностью раскрываются итак темы которую бы я хотел сегодня затронуть так слегка обсудить это тема опыт переезда в калининград спустя три года мои впечатления мое мнение в городе и прочее ну или из этой вытекающей тема как бы на мой взгляд концепция развития города в каком направлении она должна двигаться в каком направлении она двигается с настоящий момент да и вообще в целом городов россии да и не только наверно россии то есть обсудим концепции почему города движется то есть что вообще в целом конечная цель такая поэтому вот такие глобальные темы я себе пометил и думаю что сегодня я это постараюсь все обсудить сейчас пока иду на работу как бы конечно основном мысли собраны сейчас делами работы но думаю что продолжим мы с вами уже после как только я освобожусь более-менее может быть кого-то там на показ поеду и там мы уже постараемся это все обсудить рассказать чтобы уже нас ничто не отвлекало и было более подробно просто сейчас решил с утра записать вступительную часть потому что на улице солнечно тепло хорошо так подснежники называется вылезли стало вообще прекрасно ну весна в общем в полной мере пришла в город что не может не радовать что добавляет настроение позитива желание работать жить и прочее ну вы меня понимаете когда все пасмурно смурно разница чтобы плохо но и в то же время конечно лучше если бы было солнышко ну в общем нужно на данном моменте я пока видео устанавливаю и уже продолжим после рабочего дня и начнем как раз таки с темы опыт переезда опыт переезда спустя три года так рабочий день у меня закончился сейчас уже в районе пяти часов вечера я вот решил пройти здесь в районе нижнего озера ну дойти до нижнего озера по нему пройтись погулять и заодно заодно как бы вот развить тему которую собственно говоря с утра я и анонсировал а именно опыт жизни в калининграде спустя три года с чего начать то начать наверно даст того что я конечно свое время очень долго основательно подходил к выбору места куда переехать по разным параметрам у меня были критерии я думал какой город лучше выбрать рассматривали мы москву рассматривали сочи рассматривали петербург ну в принципе ну и калининград по переезду ну критерии были конечно хотелось с дальнего востока уехать на в район в европейскую часть россии хотелось бы конечно чтобы был климат помягче москва из конечно в этом плане хуже подходит питер получше тоже нам почему-то на тот момент показалось что будет не так хорошо как например в том же сочи или как в сочи так вообще нам показалось что все таки питер холодноват и также еще шел выбор это стоимость жилья сочи москва питер были крайне дороги и ну как бы на тот момент хочешь не хочешь но калининград сам за себя выпадал говорится и я решил приехать сюда посмотреть как здесь все устроено насколько здесь все более менее комфортно для жизни развивается там насколько город разве развит насколько как он выглядит в целом ну и конечно стал узнавать по климату климат нас устроил такой вполне себе комфортный европейский климат сегодня 14 февраля на улице все было до плюс 7 сейчас немножечко снижается но было до плюс 7 вот ну естественно хотелось как-то уже от этой зимы отойти первое время все впечатляло естественно это ну не знаю наверно первый год я во первых весь калининград обходил пешком практически весь еще даже до устройства как в агентство недвижимости до того а потом уже после этого так тем более я стал город знать как свои пять пальцев я могу сказать что я владелосток так не знал хоть и жил там 10 лет как зал калинин так сейчас узнал калининград и поэтому в первое время я все полностью обходил пешком полностью город в целом конечно разнообразен ближе к центру в центральных районах это один вид города такой более сохранившийся в плане своей исторической застройки до допустим какие-то районы и ленинградские кого району какие-то места ленинградского района они особенно в районе окружной дороги там конечно все такое современное современные постройки и там как-то вот уже дух калининграда он немножко теряется он просто раз говорится развеивается с большинством всех других городов и кроме климата уже ничем не отличается когда я приехал мне хотелось именно чтобы был но какой-то хотя бы какие-то места которые бы были исторические что-то рядом было бы чтобы я ходил там не знаю на работу через эти места или еще как-то ну то есть периодически чтобы они мне как был глаза бросались и в целом я такое себе место и выбрал хоть в ленинградском районе но достаточно близко к центру поэтому меня это как бы все устроено родители потом у меня приобрели в центральном районе жилье тоже там очень мне нравится очень симпатичное место ну старались как бы выбрать так что было вокруг все уютненько симпатично ну в целом чтобы вас радовал и начало в первое время все конечно очень удивляла удивляю удивляла архитектура удивляла погода удивлял элементарно дождь посреди зимы удивляла зеленая трава зимой удивляли может быть какие-то особенности продуктов которые здесь свои местные в том числе продаются там допустим многообразие каких-то молочной продукции колбасной продукции то есть всего-всего что только можно придумать все это было очень так живо и интересно нравилось что всякие разные проекты по за строительство какие-то новые до устраивались там что-то ну как-то вот смотришь как город развивается там допустим я переехал рядом с моим домом начали строить буквально через полгода несколько жилых комплексов там интересных тоже архитектурой ну все это как бы было не так живо представлено в том месте где жил хоране там естественно все было это все намного скромнее по-другому все выглядело вот поэтому сначала первое время всему удивлялся потом прошло буквально немного времени ну там не знаю наверно года два и все это стало уже таким привычным и началось больше стал больше замечать недостатков то есть плюсы уже как бы перестали сильно бросаться в глаза сильно акцентироваться на них перестал а больше стал посмотреть на недостатки на тротуары на дороге на какую-то не совсем ту архитектуру которую бы хотелось то есть ты там думаешь что вот так же можно строить устроить вот как вот здесь да вот эти дома строят же вот допустим в другом месте строят обычную коробку ты тоже не нравится хотя раньше даже эту коробку ты мог было сказать вам какая крутая коробка ну то есть все плюсы стали они намного намного слабее ты к ним привык ты привык погоде тебе стало уже потихонечку как бы становиться даже холодно зимой даже 0 градусов там минус 2 тебе уже холодно тоже такой думаешь о не как-то холодно как-то непривычно тебе стало как-то уже не так радостно допустим вот какие-то посещать места значимые ну то есть радостно конечно допустим сначала я просто в диким восторге был от зеленоградска цветлогорска ну как бы ходил думал вам у них к себе насколько классно все таки людям сделано все как город продуман до мелочей еще в те времена допустим те же немцы думали внешнем виде своих городов действительно человек который приезжий который не видел всего этого он на это реагирует живо спустя некоторое время уже много раз когда уже ты побывал в этих местах и не только в этих там везде да ты уже как-то к этому привыкаешь и так не реагируешь соответственно за душу тебя это уже не цепляет а за душу тебя цепляют минусы то есть какие-то недостатки какие-то обшарпанные дома ты начал больше замечать таких старых советских панельных домов там девятиэтажек этих пятиэтажек то есть ты уже стал как-то вот более придирчив и это с одной стороны хорошо потому что ну ты же как бы хочешь чтобы развивалась город лучше больше как бы хорошо но в то же время для самого себя это уже немножко расстраивает делает тебя более грустно ну то есть ты же понимаешь что допустим даже европа смотришь на тот же гданьск например ты понимаешь что он гораздо больше лучше продуман вылезан и подготовлен так скажем туристическое место чем тот же калининград хотя какой был кенигсберг ты понимаешь какой был город понимаешь какой он стал сейчас и конечно становится немного грустно от того что этого сейчас даже в минимальности в какой-то нет поэтому в калининграде все очень много говорят и как бы хотели бы чтобы восстановили так называемый исторический центр города в районе дома советов построили хотя бы по новым технологиям но напоминающие замок здания ну и вообще в целом взяли бы какой-то опыт от того же гданьска не намного это нужно конечно средств гораздо больше это все купится потом туризмом а самое главное что это будущая закладка города это один момент поэтому как бы случился такой естественный процесс охлаждение к хорошему забывание плохого то что было там периодически все приходится напоминать из чего ты собственно уехал почему-то уехал что тебе не нравилось там ну и прочее то есть ты сама себе напоминаешь и напоминаешь себе плюсы которые здесь тебя как бы привлекли изначально которым ты уже привык но это только для того чтобы совсем уж как бы себя не расстраивать но если с позиции допустим как ты не был как я перенес допустим сам переезд в первое время ну надо оговориться и сказать что переехал не только я но и мои близкие люди все переехали и поэтому мне было в этом парламенте правда не сразу через полгода там но в любом случае они все переехали и мне это конечно ну как то конечно было гораздо более основательнее и спокойнее переносить вот разлуку с близкими людьми вот потому что они все переехали потом и я знал что они переедут мне это было как бы душевно внутри спокойнее вот поэтому в этом плане да но все равно где-то наверное спустя год жизни здесь особенно в зимний период это обостряется наступает такой момент что начинаешь все это вспоминать тебе конечно становится грустно в какой-то момент определенный особенно там знаю вечерами и как бы через год калининград еще не успевает стать родным городом ну или хотя бы таким знакомым или как бы таким более-менее близким городом да а уже то место от которого ты уехал она уже потихоньку становится как бы тоже чужим местом там уже тебя ничего не связывает там уже все продано ну исторически вот память да которые там годы жизни были пройдены и прожиты они периодически всплывают в памяти ты об этом начинаешь думать ну и немножко ностальгия конечно через год наверное берет то есть я не могу сказать что вот переехал человек и все здесь все замечательно классно он ничего не вспоминает я думаю что если бы допустим близкие люди были переехали родственники не знаю у кого каждого своего каждого там муж жена дети родители у кого как у кого кто в любом случае если вы переехали ну естественно у вас будет еще более сильное это чувство ностальгии скорее всего и она будет даже не через год скорее всего уже ближайшие там не знаю три месяца особенно ближе к зиме почему к зиме ну к зиме ну просто потому что к зиме здесь мало солнца рано темнеет и наступает такой ну просто сам по себе немножко депрессивное состояние да в этом плане и есть люди которые к этому спокойнее относятся допустим я думаю что все кто живут в питере они вообще не замечают даже для них это не проблема а для дальневосточников у которых всю зиму солнце светит как не в себя ну для них это как-то печально конечно печально потом я конечно все понял что солнце не важно главное чтоб тепло было а то бывает так что минус 10 солнца да нафига ну надо лучше пускай будет посмотрим плюс один в любом случае лучше и и вот так вот в принципе первый год я и пережил то есть периодически там вспоминаешь как-то периодически как-то все себе обосновывая раскладываем по полочкам зачем почему я приехала прочь вот конечно еще очень многое это значит как быстро вы найдете работу найдя работу допустим в течение первых трех месяцев после переезда многое времени будет отнимать работы и думать и грустить будет гораздо меньше времени ну может где-то на выходных или там не знаю на новогодних каникулах да скорее всего но так или иначе будет лучше если она будет отнимать вас это время а вот уже спустя три года никакой грусти и никакой ностальгии как таковой нет но он просто уходит по росту полностью то есть даже уже редкие эти приступы и ностальгии они вообще тебя не посещают город становится тебе все ближе я говорю более привычнее ты уже ничего особо не удивляешься тебя уже ну как говорится то что тебе нравилось то тебя просто устраивает к этому ты просто уже относишься как данности и все и только начинаешь замечать минус ну например как вот эта стена здесь был какой-то по-моему завод судя по трубе на берегу нижнего озера ну тут что-то пытались говорили что-то будут восстанавливать реконструировать но пока это вот такие немецкие руины стоят здесь мы уже вплотную подошли к площади василевского там к верхнему озеру по сути но на верхнее озеро не пойду наверное здесь как-нибудь крутанусь до тему закончим и будем заканчивать